О богатстве и политическом влиянии семьи Кеннеди ходят легенды. В нее входили три сенатора США, два посла США и, конечно же, президент Джон Кеннеди. Но откуда они взяли деньги? Вот, как на самом деле разбогатела семья Кеннеди. Источник всех богатств семьи связан с одним человеком – Джозефом Кеннеди-старшим. Его жизнь и первые деловые сделки стали предметом нескольких огранизаций, включая сюжетную арку сериала HBO Подпольная империя. Он родился в Бостоне в 1887 году и столкнулся с дискриминацией из-за того, что был родом из рабочего класса и принадлежал к Ирландской католической церкви. Но он быстро сделал своё имя известным. Окончив Гарвард, в 1912 году он начал карьеру в банковском деле и стал делать пожертвования демократической партии, закладывая важные политические связи. Он женился на Роуз Фитджеральд в 1914, и это был мудрый политический шаг, потому что её отец Джон был никем иным, как мэром Бостона. Но Джон был возмущен тем, что выскочка из рабочего класса стал частью гораздо более известной семьи, поэтому отец отправил Роуз на год в монастырскую школу в Европе, в надежде, что расстояние положит конец браку. Но не вышло. Их брак ознаменовал установление важных общественных связей для Джозефа, а Роуз осталось играть роль послушной жены политика, воспитывать девятерых детей и закрывать глаза на интрижки мужа. К 20-м годам Джозеф Кеннеди-старший стал инвестором, которого не особо заботило этичность того, как он получает свои деньги. И его роль в крахе фондового рынка 1929 года балансирует между законом и беззаконностью. Как сообщает History, к 1929 году Кеннеди уже стал известен как толковый инвестор. В том году он увидел, как его коллеги-инвесторы вкладывают деньги в то, что казалось быстро развивающимся рынком, но, присмотревшись повнимательнее, он понял, что рынок довольно переоценен. Он продал часть акций и начал сокращать другие, делая ставку на то, что очень скоро они будут стоить намного меньше. Он оказался прав, и когда в 1929 году фондовый рынок рухнул, он заработал деньги, а другие остались банкротами. По данным Питтсбург Квотерли, Кеннеди не гнушался и инсайдерской торговли, хотя в то время она и не была вне закона. Тем не менее, он знал, что времени остается мало, и говорил коллеге, нам лучше поторопиться, пока они не приняли запрещающий закон. Согласно Питтсбург Квотерли, первый набег Джозефа Кеннеди-старшего на кинобизнес произошел в 1920-х годах, когда Кеннеди приобрел 31 кинотеатр как часть бизнес-группы, но не смог получить возможность купить студию. Однако, благодаря знакомству с принцем Уэльским в Париже, он получил рекомендательное письмо и в конечном итоге несколько крупных британских чеков, и стал владельцем студии. Позже он открыл в Голливуде свою студию FPO, затем ещё одну, и создал Radio Keith Orpheum, которая в конечном итоге стала известной голливудской студией RKO Pictures. Заключая новые сделки и продавая акции, он вышел из предприятия с прибылью более 15 миллионов долларов на сегодняшние деньги, и всё это всего за несколько лет. Некоторые из этих сделок основывались на инсайдерской информации, но это не было незаконным, пока комиссия по ценным бумагам и биржам не решила иначе, под руководством самого Джозефа в качестве первого председателя. Слухи о том, что Джозеф Кеннеди подпольно продавал спиртное, судя по всему, были лишь слухами, возникшими после убийства президента Джона Кеннеди. Некоторые задавались вопросом, могли ли мафиози быть связаны с семьей со времен Сухого закона? И пускай подобные утверждения вряд ли соответствуют действительности, Джозеф действительно занимался законным алкогольным бизнесом до того, как Сухой закон окончательно рухнул. Он создал новое предприятие под названием Саммерсет Импортерс и заключил во время поездки в Великобританию контракты для импорта различных спиртных напитков в Соединенные Штаты. Это произошло отчасти благодаря его связям с Франклином Рузвельтом после некоторых важных политических пожертвований, и бизнес был запущен всего за несколько месяцев до отмены Сухого закона в 1933 году. Time сообщает, что во время поездки Джозефа в Великобританию в 1933 году для развития этого бизнеса с ним связался будущий премьер-министр Уинстон Черчилль. Кеннеди заключил сделку по импорту спиртных напитков отчасти благодаря своим связям с Рузвельтами, которые были созданы за счет пожертвований, что помогло ему стать первым главой комиссии по ценным бумагам и биржам в 1934 году. И пускай некоторые люди ожидали, что Джозеф будет действовать как мошенник после того, как президент Франклин Рузвельт назначил его председателем комиссии по ценным бумагам и биржам, он удивил их и вел дела честно, умело лавируя в сложном море политики, полном как друзей, так и врагов. Эти навыки оказались очень полезны и в сфере дипломатии, и Рузвельт в конечном итоге назначил Джозефа послом США в Великобритании с 1938 по 1940 годы. Годы спустя его внучка Кэролайн Кеннеди была послом США в Японии с 2013 по 2017 год. И пускай Джозеф Кеннеди-старший сам занимался политикой, кажется довольно очевидным, что его настоящие политические амбиции были воплощены в его сыновьях, а началось всё с Гарварда. Во многом благодаря усилиям отца и тому факту, что он уже окончил университет в 1912 году, детям Кеннеди было практически гарантировано поступление в Гарвард, говорит Кримсон. Джозеф-младший получил степень в 1938 году, а за ним последовали его младшие братья Джон, Роберт и Тед. Тем временем Джозеф-старший делал значительные пожертвования политическим группам, чтобы помочь своим детям в конечном итоге войти в политику. Согласно Питтсбург-Кватерли, он поддержал Рузвельта довольно значительным пожертвованием в размере 25 тысяч долларов ещё тогда, когда Рузвельт был губернатором Нью-Йорка. За этим последовали ещё большие пожертвования и многолетний сбор средств для демократической партии Рузвельта, что, судя по всему, помогло Кеннеди получить теплый прием со стороны членов партии. Сыном Кеннеди, на политической карьере которого Джо сосредоточил всё внимание, был Джозеф Кеннеди-младший, но он умер во время сверхсекретной миссии американских военных сил в августе 1944 года, когда взрывное устройство на борту его самолета неожиданно взорвалось и убило и его самого, и его второго пилота. Как сообщает Питтсбург-Кватерли, после смерти Джозефа-младшего, следующий по старшинству сын Джон стал центром политических амбиций Джозефа-старшего. По информации PBS это помогло молодому Джону Кеннеди завести много друзей. Друзья Джона знали, что, пускай он и был богат, он никогда не носил денег. Поэтому всякий раз, когда они проводили время вместе, друзья платили по счетам, а затем Джозеф-старший сразу же им всё возмещал. Имея такую поддержку, Джон Кеннеди извлек выгоду из политических связей, созданных его отцом, и вошел в национальную политику после своего избрания в 1946 году в Палату представителей. В 1953 году Джон Кеннеди женился на Жаклин Бувье из богатой семьи. New Yorker сообщает, что этот брак открыл клану Кеннеди путь к высшим кругам власти. К тому времени к богатству Кеннеди добавились и политические связи, что, возможно, помогло Джону получить кресло сенатора, а в 1960 году и весь Белый дом. Это открыло путь для более важных политических связей, не говоря уже о серьезных пожертвованиях на избирательные кампании. Возможно, даже популярные книги Джона Кеннеди так быстро разбирались не только благодаря имени его семьи, но и благодаря продажам, финансируемым за счет его миллионов. В то же время росли связи и крупные пожертвования на компанию, увеличивая богатство и власть Кеннеди. Такое богатство позже позволило Джону легко пожертвовать свою президентскую зарплату в размере 100 тысяч долларов на благотворительность, определенно помогая образу Белого дома в свое время. Благодаря инвестициям и коммерческим сделкам в самых разных предприятиях, от импорта спиртных напитков до голливудских киностудий, Джо Старший запустил успешную стратегию диверсификации, которая окупилась денежной и политической выгодой. И, как и многие инвесторы до и после него, отец клана Кеннеди тоже вложил приличную сумму в недвижимость. Как говорится в книге Патриарх, к первым двум десятилетиям 20 века Кеннеди уже глубоко проник на рынок недвижимости Бостона, что, конечно же, принесло его семье большой доход. Недвижимость продолжает оставаться значительной частью состояния современного семейства Кеннеди. Как сообщает PBS, земля и дома, принадлежащие в настоящее время Кеннеди, относятся к высшему классу. Есть известные семейные комплексы в престижных местах, таких как Кейп Кот и Палм Бич, а также более коммерческие объекты, такие как гоночная трасса Хайалия в Майами, которые приносят деньги Кеннеди. Согласно Forbes, семья Кеннеди также имеет долю в Ворэндо Риэлти, которая приносит им миллионы от инвестиционной сделки с компанией через зарегистрированные предприятия и фонды. Было подсчитано, что с 1998 по 2014 год семья заработала 170 миллионов долларов только на этой сделке. Имея довольно приличную сумму денег, у Кеннеди есть веские причины сосредоточиться на том, что происходит, когда их деньги попадают на глаза налоговому управлению. И, как и другие сверхбогатые люди, которые могут позволить себе нанять частных налоговых консультантов, они научились пользоваться некоторыми весьма прибыльными налоговыми льготами. В частности, большая часть состояния Кеннеди не столкнулась с налогом на прирост капитала. Как объясняет Инвестопедия, он, по сути, представляет собой налог, взимаемый с инвестиций. Когда физическое или юридическое лицо продает инвестицию, любой рост между моментом покупки инвестиции и моментом её продажи подлежит обложению этим налогом. Так что с большим количеством инвестиций, которые со временем могут вырасти, налог на прирост капитала может начать сильно беспокоить инвестора. Но, как сообщает Forbes, семья Кеннеди, похоже, отсрочила и, возможно, даже полностью избежала налога на прирост капитала для многих своих инвестиций из-за значительных лазеек в законе. На данный момент Кеннеди – одна из самых узнаваемых семей в Америке с очень весомым состоянием. Оно выросло со времен предприимчивого Джозефа Кеннеди-старшего, и теперь гораздо больше членов семьи имеют доступ к этим фондам без надзора со стороны главы семьи, который положил им начало. Так как же их состояние продолжает существовать, столкнувшись, скажем, со своенравным членом семьи, ничего не смыслящим в управлении деньгами? Не будем называть имен нынешних Кеннеди, но на случай, если кто-нибудь когда-нибудь попытается безрассудно потратить всё состояние, деньги Кеннеди, вероятно, будут в безопасности. Согласно Forbes, большая часть семейного состояния спрятана в серии трастов, некоторые из которых управляются от имени Кеннеди-старшего. Предприимчивый Джозеф Патрик Кеннеди связывает вместе многие разрозненные фонды, на которых содержатся от сотен тысяч до миллионов долларов. Тем не менее, хоть в правлении организации есть несколько членов семьи Кеннеди, большая часть фактической работы по управлению инвестициями ложится на внешних консультантов и управляющих финансами. Самих Кеннеди, которые подсчитывают деньги в конце дня, это, вероятнее всего, устраивает. Если попытаться вникнуть в мельчайшие подробности современного богатства Кеннеди, то можно наткнуться на немалое количество препятствий на своем пути. Согласно Forbes, большая часть активов семьи Кеннеди сейчас находится в частных ценных бумагах, а это означает, что достать публичную информацию о них довольно сложно. Кристофер Кеннеди сказал, что «Мы очень публичная семья с очень личной инвестиционной философией» Тем не менее, есть некоторые намеки на точный размер состояния. Как сообщает Newsweek, Кеннеди, работающие в Конгрессе, должны были указать свой доход, как и другие сенаторы и представители. Однако, как и их коллеги-политики, им было разрешено делать это в очень широких, трудноотслеживаемых границах, позволяющих им скрывать, по крайней мере, часть своего полного состояния. Тед Кеннеди, младший из братьев Джона Кеннеди, получал в качестве сенатора 165 200 долларов в год, однако благодаря доходу от сети инвестиций Кеннеди он, вероятно, мог бы полностью расстаться с этим доходом и почти ничего не заметил. Просто посмотрите на эти цифры. После своей смерти в 1969 году Джозеф Кеннеди-старший оставил своей семье около 400 миллионов долларов, что в пересчете на 2018 год составляло 2,67 миллиарда долларов, что обеспечивает долгую и счастливую жизнь его потомков. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про самые интересные семьи политиков, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!